Оформить документы, заявление на материальную помощь и жилье из маневренного фонда. Какую поддержку оказывают жителям дома Челышова после пожара? Школа безопасности. Самарским пенсионерам рассказали о том, как распознать телефонных мошенников и не потерять свои средства. Наставничество, ресурсы адаптации и развития. Форум для педагогов проходит в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова. Поколенческий суверенитет. Как вовлечь молодое поколение в патриотическую повестку? Успешные практики и эффективные организации межпоколенческих коммуникаций обсудили в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». В Самаре разбираются в причинах серьезного пожара, который произошел в историческом центре города на Красноармейской, 60. Сгорелся памятник культурного наследия федерального значения. Доходный дом купца Челышова. 1899 года постройки. Губернатор Дмитрий Азаров поручил обеспечить погорельцев временным жильем, оказать им необходимую помощь и поддержку. Он отметил, что находится на постоянной связи с главой города Еленой Лапушкиной, которая в ночь пожара выезжала на место происшествия. Глава региона поручил обеспечить сохранность имущества оставшегося в доме. Эту задачу сейчас решают профильные службы и правоохранительные органы. Также предстоит оценить масштаб разрушений, нанесенных пожаром, просчитать объем работ и затрат на восстановление дома. Дмитрий Азаров напомнил, что месяц назад было подписано соглашение с Фондом капитального ремонта о капремонте крыши и фасадов. Сейчас, после пожара, задачи гораздо сложнее и масштабнее. Дальнейшие действия будут координировать с жильцами дома. Пожарные работали на месте возгорания всю ночь. Туда же выезжала наша съемочная группа. Корреспонденты побывали и во временном пункте размещения погорельцев. Репортаж Галины Топилиной. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило вечером в среду в 21 час 7 минут. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место. Оказалось, горит жилой дом на Красноармейска, 60. Это известный в Самаре дом Челышова 1899 года постройки. Памятник культурного наследия федерального значения. Огонь распространился на площади 1400 квадратных метров. На месте работали 14 специализированных пожарных расчетов, газодымозащитная служба, 54 единицы техники, 154 человека личного состава. На место выехал начальник областного главка МЧС Олег Бойко. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение на третьем этаже с выходом на кровь. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности номер 2. Был организован штаб, куда вошли представители МЧС, прокуратуры, полиции и районной администрации. На место прибыли глава Самары Елена Лапушкина и глава Ленинского района Елена Бондаренко. По официальной информации, пострадавших и погибших нет. Для людей, буквально оставшихся без крыши над головой, развернули временный пункт размещения в 12-й школе. Сейчас идет процесс тушения пожара. Многоквартирный дом по адресу Красноармейской, 60, где расположены 34 квартиры. В настоящее время жители эвакуировали. Переписываем в автобусе и повезем в пункт временного размещения в 12-ю школу. Администрация района распорядилась, чтобы пункт временного размещения граждан был оборудован всем необходимым. Людей обеспечили едой и лекарствами. Александр Кудряшов рассказывает, что никогда не паникует. До последнего надеялся, что все обойдется. Но когда в квартиру стал поступать едкий дым, собрал документы и срочно покинул горящий дом. Говорят, как раз на дна метра квартира загорелась. Я и не знал. А потом в окошко открыл, выглянул. Там крышка лежит гореть. Пожарные тут и тут уже бегли. В числе спасенных из пожара оказался и кот Степан. Он даже не успел испугаться. Хозяева среагировали быстро. Пожарные ликвидировали горение только утром в четверг в 7 часов 34 минуты. В обстоятельствах происшествия разбираются полиция и прокуратура. Галина Топилина, Николай Епифанов. События. В администрации Ленинского района в этот четверг прошла встреча с погорельцами. Им рассказали, какие меры поддержки они могут получить, помогли составить заявление нам от помощи и получение жилья из маневренного фонда. А тем, кто остался без документов, оперативно оформили справки. Подробности в следующем сюжете. Они спасались ночью от пожара. Кто-то остался не только без крыши над головой, но даже без вещей и личных документов. Администрация Ленинского района Самара организовала встречу с жителями дома Челышева, чтобы оказать помощь и помочь оформить все необходимые справки. Встречу провела глава Ленинского района Елена Бондаренко, а участие также приняли руководитель управления охраны объектов культурного наследия Иван Стофеев, сотрудники МЧС, полиции, прокуратуры, представители департамента опеки, попечительства и соцподдержки, центров соцобслуживания, департамента управления имуществом. Прямо в здании администрации сейчас организован прием заявлений на получение справки о пожаре для того, чтобы получить материальную помощь. Здесь же заявления на материальную помощь люди составляют. И здесь же ведется прием департаментом управления имуществом на предоставление маневренного фонда. Тем жителям, у которых нет паспортов, сотрудники полиции помогают оформить справки для получения материальной помощи. Подключились и общественные организации, которые тоже готовы оказать поддержку. Наши земляки, жители Самарской области, уже откликнулись на беду, уже поступают звонки, люди хотят помочь. Поэтому через общественный фонд «Свежий ветер» будет организован прием помощи для дальнейшей передачи жителям дома. Также жителям мы предложили помощь, транспорт для того, чтобы перевозить вещи по месту дальнейшего проживания. По информации администрации района, в помощи нуждается 141 человек. Некоторые из погорельцев поехали жить к родственникам. Нуждающиеся могут получить жилье в маневренном фонде. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. В Самаре 1 апреля начнется месячник по благоустройству. Об этом говорили на заседании городской думы с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Какие площади предстоит привести в порядок и все ли готово к работе в нашем сюжете. Во время месячника по благоустройству, который стартует в Самаре 1 апреля, предстоит убрать в общей сложности 42 миллиона квадратных метров территорий. Об этом на заседании думы городского округа Самара с участием главы города Елены Лапушкиной рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. В Самаре территории внутригородских районов занимают 23,5 миллиона квадратных метров. Зоны общего пользования – это парки, скверы, бульвары, почти 6 миллионов квадратных метров и около 13 миллионов квадратных метров – территория автомобильных дорог. Все площади в течение месяца нужно привести в порядок. К участию в субботниках приглашают всех жителей города – работников заводов и предприятий, муниципальных и учебных заведений, студентов и школьников, активных жителей Самары. Городские власти готовы обеспечить их всем необходимым. Подготовка муниципальных предприятий идет согласно утвержденному графику. Шансовые инструменты, все необходимые для этого материалы муниципальными предприятиями закуплены. После сбора мусора и его вывоза на полигоны в городе начнется покраска бордюров, скамеек и урн, всех элементов уличной дорожной сети. Объем работ предстоит выполнить большой, поэтому председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев призвал депутатов организовать жителей их избирательных округов, участие в месячниках, проявлении отношения к родному городу. Они имеют большое значение. Первое, конечно, это проявление неподдельной любви к своему городу, улице, двору, району. За каждым из нас избирательный округ. И в первую очередь наша задача депутата – организовать месячник в каждом дворе без исключения, чтобы ни один двор у нас не остался без внимания. Алексей Дегтев подчеркнул, в первую очередь нужно убирать прибрежную зону, сделать это важно до сброса ГЭС большой воды, чтобы все, что накопилось за зиму, не попало в Волгу. Всего в апреле в рамках месячника по благоустройству пройдут 4 средника – 5, 12, 19 и 26 апреля, а также 4 субботника – 8, 15, 22 и 29 апреля. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. В Самаре теплая погода установилась раньше обычных сроков, поэтому руководство мэрии поручило профильному городскому департаменту и службам благоустройства скорректировать план работ в рамках содержания улично-дорожной сети. В середине недели на дорогах задействуют поливочно-моечную технику, а бороться с пылью будут с помощью вакуумных подметательных машин. Дорожные пылесосы сметают мусор и смачивают поверхность. Это обязательная процедура, чтобы в ходе работы не образовывались клубы пыли. В отрицательную температуру не выпускается, так как есть вероятность замерзания жидкости. То есть это в основном работает до дневные часы, когда температура положительная. Вакуум подметательных машин у нас два вида – это малогабаритные, основная задача которых – уборка тротуаров. То есть это достаточно юркие машины, способные обеспечить уборку хоть и узкой территории, но сложной конфигурацией. И вакуум подметательные машины на шасси КАМАЗ. Это машина, предназначенная для очистки автомобильных дорог. Предприятие активно переоборудует имеющую технику, чтобы в дальнейшем иметь возможность более активно производить именно летние операции. Влажная уборка предусмотрена даже после интенсивных дождей, поясняют специалисты. Нужно убрать частицы грунта, которые попадают на дороги с газонов. Такие работы могут продлиться до ноября. Периодичность зависит не только от погодных условий, но и состояния дорожной сети, а также категории тех или иных дорог. На многих дорогах подметание необходимо один раз в двое суток. Массив дорожно-коммунальной техники, переоборудованный к весенне-летнему сезону, продемонстрируют в ходе традиционного смотра, который планируется провести в Самаре в апреле, во время городского месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Парковка на газоне вне закона. Сотрудники административных комиссий внутригородских районов Самары штрафуют автомобилистов за парковку в неположенном месте, чтобы защитить зеленые насаждения, клумбы и газоны во дворах от повреждений. Какие штрафы грозят нарушителям, узнала Ксения Баканова. Этот белый внедорожник паркуется здесь уже не первый раз. Хозяин для своей «Ласточки» облюбовал участок земли возле электроподстанции. Для него это удобная площадка для стоянки, пусть и в неположенном месте. Однако такое безответственное поведение автолюбителя сильно вредит природе и городу. Грязь зеленой зоны автомобиль вывозит на асфальт, а сквозь примятую землю не может пробиться ни одна травинка. Он стоит на газоне непосредственно в близости со стоянкой. То есть это два шага, и он может заехать, парковаться, не нарушая правил. Но, тем не менее, его позиция такая, что ему на газоне удобнее стоять. После жалоб жителей во двор по адресу 6-я просека 147 нагрянула проверка районной административной комиссии. Нарушение выявили сразу. Теперь недобросовестному автомобилисту грозит штраф. В административной комиссии промышленного района очень большую часть дел занимают как раз дела, связанные с размещением автомобиля на газонах. Нарушители по данной статье, очень такие штрафы, с моей точки зрения, наверное, все-таки серьезные. Предупреждения по этой статье вообще не предусмотрены. Минимальный штраф – 1500 рублей. Через пару дворов картина становится еще более показательной. Из-за того, что легковушка паркуется не в положенном месте, бордюрный камень сильно разрушился. По словам специалиста, такие профилактические рейды проводятся часто. В основной категории регулярно рассматриваемых дел – размещение транспортных средств на газонах, парковка автомобилей, препятствующая сезонной уборке территории, нарушение тишины и покоя граждан в ночное и дневное время, несвоевременная очистка территории от мусора и другие. Свои обращения граждане могут направлять по электронной почте на сайт районной администрации, через платформу обратной связи на госуслугах, в социальных сетях или позвонить по телефону. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. Самарская область присоединилась к акции «Автопоезд», в рамках которой идет сбор транспортных средств. Их отправят в зону СВО. Это могут быть УАЗы, Нивы, Газели. Машины будут доставлены железнодорожным транспортом в составе специального автопоезда Народного фронта. Ранее из Самарской области отвезли более 2,5 тонн строительных материалов. Совокупный объем перевозки грузов, включая почту, российскими авиакомпаниями в прошлом году сократился на 59%. Информацию об этом опубликовала Росавиация. При этом объем перевозки пассажиров сократился на 14%. Всего за прошлый год российскими авиакомпаниями воспользовались 95 миллионов человек. Сотрудники исправительной колонии номер 3 во время досмотра продуктовой посылки женщины, которая приехала на длительное свидание с осужденным, обнаружили и изъяли запрещенные предметы. Об этом сообщили в УФСИН России по Самарской области. В посылке были MP3-плеер, картридер, две флешки, зарядное устройство, наушники и две сим-карты. Сейчас прорабатывается вопрос о применении к нарушительнице мер правового характера. В Самаре стали ходить чаще автобусы маршрута номер 21. Добавлены дополнительные рейсы. С остановки Барбошина-Поляна автобусы отправляются в 6, 14, 8, 10, 10, 33, 12, 53, 15, 28, 17, 48. С остановки Юнгородок в 7, 09 и 16, 25. С остановки станция метро Кировская в 7, 14, 9, 01, 11, 46, 13, 44 и 16, 30. По всем вопросам и предложениям в части работы общественного транспорта можно обращаться по телефону 207-70-11. Самарская область присоединится к международной акции «Сад памяти». Первые высадки деревьев в рамках данного проекта прошли в Крыму, Севастополе, Симферополе и других южных городах. Цель акции – сохранение исторической памяти, увековечивание подвигов героев прошлого и настоящего. На территории Самарского региона запланировано проведение 46 мероприятий, в ходе которых будут проведены посадка леса и аллеи памяти, озеленение парков, скверов, памятников, обелисков, улиц, образовательных и административных учреждений. За время акции планируется высадить более 40 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород. В Самарском дворце ветеранов прошла лекция для пенсионеров в рамках проекта «Школа безопасности». Сотрудник полиции рассказал, какие способы используют мошенники, чтобы обмануть пожилых людей, как пресечь возможное преступление и как распознать правонарушителей. Подробнее в следующем сюжете. Как распознать мошенника по телефону? Какими способами преступники могут обмануть пожилых людей на улице? Именно об этом в своей лекции рассказывает сотрудник полиции самарским пенсионерам во дворце ветеранов. Самое главное – соблюдать правила в общении с незнакомыми людьми, тем более, что они довольно простые. Менее доверять все-таки посторонним людям, больше общаться со своими близкими, родственниками. Если вдруг произошла ситуация, что уже были переданы какое-то имущество или денежные средства посторонним людям, нужно сообщить в полицию, прийти и написать заявление, для того, чтобы преступление было пресечено и раскрыто в быстрые короткие сроки. Лекция от сотрудника полиции проходит в рамках акции «Школа безопасности». Такие встречи стараются проводить регулярно, ведь они дают результат. Некоторые пенсионеры рассказывают, что смогли распознать мошенников. Действительно, вот эти лекции, они помогают им быть более бдительными, но самое главное, вы знаете, это становится заметным даже в нашей работе, когда мы собираем наших посетителей на какие-то мероприятия, мы собираем их на курсы и начинаем их обзванивать и говорим, мы вам обязательно перезвоним. Они спрашивают, а с какого телефона вы нам перезвоните? Они записывают этот телефон, чтобы у них уже высвечивался тот телефон, который они знают. На встречах, посвященных безопасности, предупреждают не только о телефонном мошенничестве, но и о других видах правонарушений, жертвами которых становятся люди серебряного возраста. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Герой нашего времени в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Дмитрия Ильича Козлова стартовал форум «Наставничество ресурсоадаптации и развития». Педагоги со всего города собрались ради того, чтобы обменяться своими знаниями и опытом. Подробности расскажет наш корреспондент Александра Гусева. Они передают свой опыт на безвозмездной основе, помогают раскрыть в себя лучшее качество и четко определить цели. По решению правительства России, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. В стенах Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Дмитрия Ильича Козлова прошел первый этап двухдневного форума «Наставничество ресурсоадаптации и развития». Форум очень важный, потому что педагоги и наставники – это движущие силы нашего общества. Нам нужны свои специалисты, а специалисты вам появляются откуда? Это, во-первых, хорошее образование теоретическое, плюс хорошая практика и дальнейшая работа. Поэтому все, что наши педагоги и наставники кого подготовят, все их успехи или все их недостатки потом появляются у нас. Педагоги подготовили выступления по различным направлениям. В сегодняшней встрече приняли участие преподаватели из разных образовательных организаций – школ, колледжей, университетов. Всего более ста человек. «Наставничество – это не только педагог и педагог, например, да, или педагог-студент, а может быть и студент и студент, когда один успешный студент занимается с менее успешным. То есть здесь очень много форм, настолько разнообразно работы, что вот на таких мероприятиях, как у нас сегодня, мы обменяемся не только опытом, да, расскажем о своих находках, но и вспомним, конечно же, традиционные те старые методы». Форум будет проходить в два этапа. В первый день состоялась торжественная часть и выступление участников. А в пятницу будет запланирован круглый стол, где будут обсуждать актуальные темы и вопросы, связанные с педагогической работой. «Данное мероприятие очень важно для всей педагогической общественности, потому что сегодня мы будем говорить о лучших практиках, сегодня мы будем меняться мнениями, сегодня мы будем и свой опыт вносить в массы». На территории образовательных учреждений региона в этом году будет проходить много мероприятий, в которых примут участие наставники, преподаватели и педагоги. Именно благодаря таким встречам у профессионалов своего дела появляется возможность научиться новому и усовершенствовать уже имеющиеся навыки. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Поколенческий суверенитет. Как вовлечь молодое поколение в патриотическую повестку? Успешные практики и эффективные организации межпоколенческих коммуникаций в различных сферах жизни обсудили участники онлайн-лектория, который проходит в регионе в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». С подробностями наши корреспонденты. Как научить подрастающее поколение ориентироваться в одовороте информации, фиксировать и обрабатывать необходимые сведения? Как видеть больше позитивного и самим участвовать в создании новостей? Ответы на эти вопросы представителям учебных заведений региона дают эксперты онлайн-лектория, который проходит в Самаре в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». Называем этот поток как повышение квалификации, потому что здесь будет очень много профессиональных знаний, которые потом можно будет применить в работе. И это самое главное, потому что школьные СМИ – это не только наша подрастающая смена, но это те ребята, которые будут говорить о событиях в стране, событиях в регионе, о героях сегодняшнего дня. На связи с экспертами 719 школ, вузов и СУЗов региона. Эксперты обсудили успешные практики эффективной организации межпоколенческих коммуникаций в различных сферах жизни. Дали практические советы о том, как идти в ногу со временем, выстраивать диалог с учащимися и их родителями, а также с другими образовательными учреждениями. Особо отметили важность медиаграмотности самих работников сферы образования. Не работать в соцсетях мы с вами не можем. То есть наша задача – быть представленными там и давать возможность ребятам проявлять себя в этих соцсетях под чутким направлением, учить их этому. Напомним, ранее президент России поручил до 2030 года во всех учебных заведениях страны создать новую структуру внеклассной работы – медиа-центры. Поэтому эксперты затронули тему становления детской журналистики и поговорили об особенностях выстраивания отношений между руководством учебных заведений и молодым поколением на базе таких медиа-центров. Получить какую-то дополнительную помощь, небольшой, может быть, совет от людей, которыми занимаются этим профессионально, это очень многим нужно. Обучающие встречи будут проходить до конца апреля. Спикерами станут представители ведущих региональных и федеральных СМИ и учреждений, работающих в сфере молодежной информационной политики. Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года. В рамках проекта регулярно проходят форумы, мастер-классы, лекции, конкурсы. Телеканал «Самаргис» неоднократно становился победителем в конкурсе «Добрые новости» в разных номинациях. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Жителям самарских многоквартирных домов с общедомовыми приборами учета тепла скорректируют плату за отопление по итогам 2022 года. Корректировка затрагивает те жилые дома, в которых за отопление платят равномерно, равными долями в течение всего календарного года. Годовую корректировку размера платы за отопление получит 881 многоквартирный дом. Три четверти из них с минусовой корректировкой, остальные с плюсовой с дополнительным доначислением, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. По карте жителя Самарской области можно будет приобрести лекарства в аптеках. Об этом в ходе эфира из Центра управления регионом рассказал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий связи Самарской области Константин Пресняков. По его словам, чтобы получить препараты, не нужно будет предъявлять никаких документов, кроме карты. Фармацевт проверит наличие электронного рецепта и выдаст лекарства, сообщает телеграм-канал администрации Красноглинского района. С начала марта по всей стране стартовала Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников. Она проходит на образовательной платформе учи.ру, сообщает телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций, торговли, администрации Самары. Олимпиада для школьников с 1 по 9 класс даст ответы на самые важные финансовые вопросы. Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина, Минэкономразвития, в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2021 году в Олимпиаде участвовали более 800 тысяч школьников, а в 2022 – более 1 миллиона 600 тысяч. Впервые в Олимпиаду включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели – накопить деньги на подарок. Школьникам также предложат попробовать себя в роли предпринимателей, открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь. Участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно. Олимпиада завершится 31 марта. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся.